Продукты тухнут, а нервы не выдерживают. Желающие передать посылки заключенным вынуждены по нескольку дней стоять в очереди к заветному приемному окошку. Но дело, по словам людей, движется настолько медленно, что за целый рабочий день попасть за колючку удается всего десяти передачам. Сегодня закрыли окно без 26, закрыли, мы взвозмутились, приняли еще одну передачу, но не полностью. В шесть часов она закрыла окно, не стала полностью принимать передачу. То есть такое ощущение, что затягивает специально, к нам отношение еще хуже, чем заключенным. И народу по факту люди ходят, сидят здесь по несколько дней. Тяжелее всего приходится приезжим из района. Не готовые к таким очередям, порой переваливающие за 100 человек, они вынуждены снимать квартиры или того хуже, ночевать возле СИЗО. Возмущенные написали обращение к руководству изолятора и в прокуратуру, но ответа не получили. Тогда и было принято решение обратиться на ЗАП-ТВ. Буквально через 20 минут после появления съемочной группы к месту встречи подъехало несколько экипажей полиции. Вероятно, работники СИЗО заволновались за безопасность, увидев толпу заволнованных женщин. Приехал и начальник УМВД по городу Геннадий Мосякин, который предложил забайкальцам свою помощь. Беременную женщину, которая уехала, вот она первая была. Сейчас дадут листок бумаги, вот, да, сейчас Бояр Валяющий примет заявление, я ее зарегистрирую официально, значит, в УСП, чтобы вот так мы не ругались. Все, что вы изложили, сейчас сотрудники кратенько опросят вас, прям кратенько опросят, да, чтобы мы здесь вот такой это. Я зарегистрирую, все, прокуратуру мы это направим. Сложившуюся ситуацию нам прокомментировали и сами сотрудники ВСИН. По их словам, медленная приемка продуктов отчасти лежит и на плечах передающих, которые не желают пользоваться магазином внутри СИЗО. Если каждую посылку, принесенную извне, приходится проверять на наличие запрещенных предметов, то товары, купленные в магазине, не подлежат досмотру, а на малое количество приемных окон повлияло сокращение вредак ВСИН. Согласно нашим документам, в комнате приема передач ежедневно оформляется до 30-35 передач. Люди из дальних районов нашего края везут баулы, скажем так, до 30 килограммов, и сотрудникам, которые работают в комнате приема передач, необходимо все это досмотреть. Значит, сигареты ломаются, каждая сигарета ломается. Сыпучие продукты тоже проверяются, какие-то продукты питания разрезаются. И вся эта процедура занимает достаточно длительное время. Но это все в соответствии с требованиями действующего законодательства. Я лично сегодня утром зашел, проверил там. На данный момент, в настоящее время, работают два сотрудника именно на приеме и передаче. Сейчас заявления от граждан уже направлены в прокуратуру и УФСИН края. О результатах проверки станет известно позднее. Артем Кондратьев, Николай Шунков, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...